В Москве с большим успехом прошел первый показ якутского фильма «Его дочь». Просмотр стал полноценным культурным событием, а гости смогли прочувствовать атмосферу самой большой территории России. Уже у входа гостей встречали юноши и девушки в национальных костюмах. В фойе каждый мог попробовать кумыс и приобрести сувениры. Премьеру посетили и наши корреспонденты. Первый показ картины «Его дочь», получивший гран-при фестиваля в Выборге, с успехом прошел в Москве. Это история маленькой девочки, живущей в якутской деревне, и ее наивного, наполненного выразительными и важными деталями мира. Молодой российский режиссер Николай Лысенков, дебютировавший на фестивале ранее с фильмом «Я был, я есть, я буду», признался, что его манит тот колорит якутских культурных кодов, которые, судя по аннотации, талантливо воссоздает картина. Мне очень интересно, какое кино снимают вне Москвы. Какие ожидания? Знаете, хочу погрузиться в атмосферу и пути, как указано в билетах. Очень интересно, как они передают настроение, как они используют какие-то культурные коды, как они существуют между собой, актеры, насколько этот народ отличается от нас, от москвичей. Кинокритики отмечают некоторое сходство работы Татьяны Эверстова с дебютом Андрея Тарковского «Иваново детство». За этим фильмом, конечно, глубокое размышление о судьбе человека, девочки. Очень драматичное. Она мне чем-то напоминает дебют Тарковского Андрея «Иваново детство». Сюжетно она немножко напоминает. Но это совершенно оригинальное авторское кино. И я надеюсь, что у этого фильма, у этого режиссера будет хорошее будущее. А известный российский киновед Лариса Ильчанинов говорит, что якутское кино – это глоток свежего воздуха в душной атмосфере голливудской фальши, которая уже приелась зрителю. Поэтому региональному кино нужно создавать условия для широкого проката в России. О новом якутском кино говорит вся кинематографическая общественность. Это феномен, который вырос как большое чудо, как большой подарок всем нам, которые сейчас констатируют очень отчаянное положение отечественного кинематографа. И вот в маленькой республике возникает такой феномен – живое, искреннее кино, которое отражает подлинную жизнь. Не вымышленную, не ту, глянцевую, которая не имеет никакого отношения к реальной жизни. Президент фестиваля, народный артист России Евгений Герасимов советовал всем коллегам-кинематографистам обязательно сходить на фильм «Его дочь», чтобы узнать, что такое Якутия. Всегда очень интересно посмотреть какое-то региональное кино, потому что куда ни посмотришь, везде сняты или в Москве, или в Петербурге, то есть какие-то столичные кинокомпании. Посмотреть действительно яркую, действительно интересную, сильную работу. А я уже наслышан от многих знающих людей, что эта работа действительно заслуживает внимания, что она действительно сильная и интересная. Это всегда большой сюрприз, это всегда какие-то большие ожидания. Автор картины Татьяна Эверстова перед показом не скрывала волнения. Это ее первая полнометражная работа. Уже в сентябре фильм увидят якутские зрители. Надежды, конечно, большие, потому что от того, как люди пойдут, на деньги будут или не будут, зависит мой следующий проект, который я летом сняла, и хочу сделать постпродакшн. Поэтому я возлагаю большие надежды на этот прокат. Надеюсь, люди придут смотреть. Второй фильм – это девочка маленькая выросла, и ей 17 лет. И она учится в школе, заканчивает школу, да, про это и будет. Как призналась режиссер, она не оставляет идею создания картины, прототипом героя которой будет прославленный якутский борец Виктор Лебедев. Сейчас уже идет работа над сценарием. Многочисленные московские зрители картины «Его дочь» приняли очень тепло. Всего в конкурсной программе фестиваля «Будем жить» 83 фильма. Его закрытие ожидается 9 сентября.